Сразу скажу, я в 25 лет об этом даже не думал И в 35 лет, не раздумывая, жал гашетку А вот, наверное, после 45 к 50 я уже был регулятором отчасти Делал это все реже Очень обидно, что понимание приходит с возрастом Много или мало – это не цифра И до куя – это тоже не число Объявил себя регулятором, взял на себя функции Бога Сегодня мы поговорим с вами о регулировании численности хищника Лисицы обыкновенной Поговорим простым понятным языком С простыми детскими примерами Делать это будем динамично и на ходу Добрый день, дамы и господа Рад видеть вас в уме и здравии Ну, естественно, у меня для вас есть одна берлашка Я сейчас потрачу часа 4-4,5 Ну, а вы минут 15-20 у мониторов Так что заваривайте чай Сейчас будете со мной потеть за компанию Уверен, что у многих из вас была такая ситуация Вот я в нее попадаю постоянно Приходишь куда-нибудь в гости А там дети И какой-нибудь ребенок Да не просто ребенок А такой Ивашка из Дворца Пионеров Прилипнет – не отстанешь И вот он вопросы разные задает А зачем? А почему? И тут же начинает на них сам отвечать Несет он всякую хрень Ну, в общем, не отстанешь от него Не спрячешься Ну, тогда у меня есть такой выход Я обычно задаю ему вопрос А зачем тебе глаза? Он говорит, ну, чтобы видеть Я говорю, а уши? Он такой, чтобы слышать И тут я ему задаю вопрос А пупок? Все, он встал в ступор Я говорю, иди, думай Но мы-то с вами знаем Что пупок нужен для того Чтобы шерстяные катушки в нем собирались Так вот Для чего лисы столько лет живут на нашей земле Какова их функция Какой от них прок Какая польза Какой вред Или как пупок Просто катушки собирать Как найти лисью нору В лесу, на поле Ну, в общем, в угодьях Да проще простого В литературе есть множество способов В интернетах Но я вам сейчас скажу Один самый рабочий способ Это ноги Я не знаю, как это будет происходить у вас С лайками вы за куничкой ходите Или с гоночными зайца гоняете Может быть, с норными собаками Возможно, вы не вылезали всю осень Из загонов и мерили километры Или вы не раз искали в этом квадрате Подранка Туда-сюда А потом еще и вдоль Туда-сюда В любом случае Ноги приведут вас к норе Признаки И особенности в поисках нор Конечно, есть Я говорю, они работают Вот сегодня Слом погоды Очень удобный момент Посмотреть и проверить Листья норы Ну вот сейчас идем на обход А вы заметили, как из нашего обихода Постепенно уходят классические охоты на лис Охота окладами Охота на лис на дневке Охота на лис в период гона Была и такая Остаются, увы, не добытчики А все больше регуляторы Ликвидаторы Стиратели И судьи дреды Давайте с вами отвлечемся на минуточку Ну вот такая простая детская задачка На логику и математику Россия исторически аграрная страна Газ и нефть на продажу появились у нас недавно Ну, относительно всей истории Зерно Это очень важный фактор богатства России Так вот, потери от грызунов ужасают По разным источникам они могут колебаться От 20 до 50 процентов урожая Ну, наверное, вам будет интересно узнать Что мышь весит 50 грамм А съесть она может два раза больше своего веса Это за сутки Итого 100 грамм В месяц 3 килограмма В год 36 килограмм Мешок Далее еще интереснее Оказывается, в сельском хозяйстве Проводили, или может быть и сейчас проводят Учет мышей Описание есть сети Оказывается, что если на одном гектаре Обитает 100 полевок То 50 процентов урожая на этом поле погублено Ну, нам фиолетово до всего этого Россия богатая страна У нас этого зерна завались Мы даже шлем кому попало А дальше начинается еще интереснее Председатель колхоза Или руководитель холдинга Видит такие процентовки И прикинув, что 30 процентов Прибыли идут мимо него А у него были планы на этот сезон Дает команду Жечь напалмом жулье И начала работу полезная химия Грозунов просто травят Ну, теперь пофантазируйте Сколько вяхерей, тетеревов, зайцев, косуль поляжет Конечно, лисы не пылесосы И всех мышей не сожрут Но они звено экологической системы И съедят они немало Вот первая стежка И идет она в нужном нам направлении Еще одна Вот я почти уверен, что мы там сейчас что-то увидим Вот она набегала Лисинара Ну, судя по тропкам Норилась она здесь неоднократно Конечно, это еще ни о чем не говорит Что здесь будет выводок Все покажет весна Но движуха есть И это уже радует Следующая нора где-то здесь, сзади меня В ельнике Только бы не ошибиться Сейчас посмотрим Нора номер два Между ними Между этими норами Где-то километр-километр двести Сейчас все увидим Пошли Вот они признаки Не знаю, видно Отряхнулось Вот Вот так вот И вот здесь Ну, явно, что в этом хостеле есть постоялец Ну, был И был неоднократно Две норы Обе посещаемы Это всего две прошли Но, опять же Вот Ни о чем это не говорит Там Что у нас будет засилие лис Тому подобное Еще немного О рационе лис Я знаю, что лисы тащат Все, что до двух метров Плохо приколочено И съесть за раз Они могут Немало Но Домашняя курица Это как у нас оливье Только на Новый год На день рождения И на выборы Лисы всеядны Но главное блюдо В их меню Это все же Грызуны Исследования Желудков Добытых лис Представьте Раньше были и такие Говорят Что 49% Составляли мыши И полевки А зайцы Составляли всего 12,6% Так что Не часто Лисы Зайчатилкой балуются У кого-то был хороший день Или ночь А у кого-то не очень Что-то не могу найти Заплутал Где-то здесь Вот в кустах Была Не могу найти Но опять же Сегодня день Такой хороший Нас выручит Не выручил У нас Стежка Дорожка Лисья Вот здесь Вот под брединником Вот в этой воронке Была нора Нора номер 3 Пусто-пусто Вот А это Те Кто предпочитает Отдых На открытом воздухе Вот видите Лежечка Причем Самое интересное Что до очередной норы Метров 150 Ну сейчас дойдем Вот вам еще один наглядный пример Опять третий класс Вторая четверть Вот представьте на секундочку Что вот это Популяция зайца В отдельно взятом районе Когда популяция достигает критической массы Появляются болезни Эпидемии Случается мор Ну так природа регулирует вид Так было всегда У вас на экране сейчас Бегущей строкой Пойдут болячки ушастых Выбирайте любую Какая вам больше понравилась И не от всех болезней Зайцы погибают быстро Некоторые болячки Имеют хронический характер Допустим Что у нас в этот год 20% популяции заражено А как вы думаете Сколько будет На следующий год И все что будет Это будет ослабленный зверь Лиса Как и любой хищник Умна Ей сложно догнать здорового зайца Она выберет колченогого Слабого зверяка Но вот я видел такое неоднократно Зайцы кормятся Лиса Снует между ними И вот как только дистанция Сокращается до опасной Легкий рывок И зайц неуязвим К чему все это? Листом мы с вами передушим А кто ковидных зайцев регулировать будет? Ну как вы себе это представляете? Ливер Который вы кокетливо прикрыли Лапником После добычи зверя Бросили под выворотень Вот еще пару дней Это ливер А потом Это биомасса С рассадником Неполезности Регуляторы Идите Доедайте вместо лис Пока готовил сюжет Перелопатил огромное количество Информации про лис Узнал несколько новых слов И терминов Вот допустим Мало лисы в этот год Че мы говорим? Передохли Зараза какая-то Чумка Бешенство Чесотка А оказывается Что все не так В неурожайные годы Ну естественно По мнению лис До 70% Лисиц Не дают Приплода Они Чувствуют заранее И происходит Прохолост Как вам Слово Вот для меня новое И Резорбация Эмбрионов Резорбация О как А мы продолжаем Регулировать Ведь на ютубе То про прохолост Не говорили Ну все Все Обкатал Не вижу Не вижу я следов Не вижу я норы Она где-то Вот под такой Красной березой Была Но идем по весне Хрен там Кто ищет Тот всегда найдет Вот она Только не под березой Почему-то Я думал Под березой Ну Вот Лежечка Пожалуйста Вам Вот Еще Одна Заслужили Перекур Фу Нашел Все-таки Четвертая нора В трех Норились Слом погоды Ну то есть С морозов На оттепель Потом небольшие морозы Такой вопрос Знаю ли я Все норы вокруг Ну конечно же нет Откуда Такое умозаключение Ну когда лисы Были нужны Допустим Ну это и не здесь В другом месте То есть ты Подчистишь все норы Обойдешь Подчистишь А потом В сезон Там Видишь еще Трех Четырех щенков Соответственно Где-то Одна Две норы Еще существуют Иду И считаю Среднесуточная Норма Кормов Для лисицы Ну пусть будет Шестьсот грамм Пусть половина Из них Будет мыши Итого Шесть мышей Мыш Съедает Мешок Зерна В год Выходит Лисица Уберегла Шесть мешков За ночь Ерунда Какая-то Получается Хоть звездами Героев С труда Их награждай Но подвоха Не вижу Так Что у нас здесь А здесь у нас Ничего Пятая нора Пусто-пусто Она вон там Вот А я не знаю Где-то в роликах Она была Ребят Шестая нора Вот в этом Мордахлысте Не пойду Вот хоть Режьте Не пойду Понимание Я думаю У вас уже есть Сюда Приду Весной Пешим ходом Сейчас просто На лыжах Здесь Брединник Цепляется Еще и Ветровал Вот Подходит К концу Наш маршрут Ну и Основной вопрос Так Какова же Допустимая Норма Плотности Зверя В угодьях На одну тысячу Гектар Есть такие цифры Я их нашел Вы их тоже Без труда Найдете Они разнятся Они имеют Градацию По регионам Областям По климату Местности Ну я выбрал Что-то среднее Для себя И звучит Это приблизительно Так Малая численность Зверя В угодьях Лисицы Это 0,45 На тысячу Гектар Средняя плотность Зверя От 0,46 До 0,90 И большая Численность Звери Считается 1,35 Лисы На тысячу Гектар Вот и считайте Конечно Проще всего Сказать Что учет Животных Это работа Игрей Ахтоведов Но если Вы вот так Ножками Не пошуркаете На лыжах После выстрела Вы так Никогда И не поймете Кого Хищника Завалили Или уборщицу Прокинули 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 Прокинули